Хотел сегодня поговорить с вами на тему что правильно? Хотить или не хотеть? Вот мы когда молимся, когда говорим мы много говорим о том, что чего мы хотим. Но что правильно с точки зрения Библии? Хотеть или не хотеть? Сейчас и поговорим об этом, если кто-то до сих пор даже не может себе представить, как это в жизни может происходить. Что можно хотеть и что не хотеть? Давайте с вами пройдемся быстренько по Библии, от начала до конца. Мы знаем, что человек создан по образу и подобию Божьему, да, так было. В первой главе Витя написано, создадим человека по образу нашему, по подобию нашему создадим его. Что значит по образу и подобию? Образ это что-то внешнее, да, то есть мы знаем, что Бог, Бог человек уподобил, что Бог человека уподобил в себе по внешности, да? А что такое по подобию? Я так понимаю, что это по характеру, потому что Бог все-таки хочет, чтобы мы познавали его характер на сегодняшний день и как-то приближались к тому, что действительно Бог хочет в нашей жизни. Мы наделены такими же способностями, как и Бог, реализовывать свои мысли. Если вы об этом никогда не знали, то я вам сейчас об этом сообщаю. Что Бог наделил нас особенностями, способностями реализовывать свои мысли. И вот в чем мы уверены больше всего, то мы и получаем. Поэтому вот об этом сегодня я хочу поговорить подробно. Так устроен Бог, в том, в чем Он уверен, то и происходит. И таким же Он сделал нас. Но посмотрите, что происходило в самом начале. Бог видел результат своего творения. То есть Он видел результат, написано, что Он создал небо и землю. И написано, что Он сидел, размышлял, долго создавал. Потом у Него что-то получалось, что-то не получалось, Он переделывал многократно. Только в Кабале написано, что первая женщина у Него не получилась, а потом другую создал. А в нашей Библии написано не так. Согласны? У нас написано, что Он сразу создал человека, потом дружину. И человек с дружиной так дружит до сих пор. Так у нас написано в Библии. Но Он не переделывал ничего. То есть Он сразу создавал и сразу получалось так? Хорошо. А в некоторых случаях хорошо весьма. То есть все, в чем Бог уверен, было создано. Более того, что происходит сегодня? Он знает, чем все закончится. Правильно? Он же знает, чем все закончится. Потому что я не хочу верить в Бога, который не знает, чем все закончится. Я не хочу быть подобным проливом. Я хочу отдать себя в руки Бога, который знает все. Начало и конец. И Бог вот увидел изначально, как будет, и так и сотворил. Вот Он сказал, что будет новая земля и новое небо. Значит, будет новая земля и новое небо. Прежней уже не будет. Бог говорит, творю все новое. У Бога нет сомнений. Сомнение и страх – это не от Бога. Это от лукавого. Бог ни в чем не сомневается. Он ничего не боится, потому что Он все контролирует, потому что Он все создал. И мы, дети такого Бога. Аминь. Еще раз говорю, что Бог знает конечный результат. И Он способен создать все. Вот абсолютно все. И с этим ничего не произойдет. Он создаст и будет. Все, что нужно будет разрушить, Он разрушит. Все, что не от Него. Но никогда не в ущерб нам. Потому что намерение Его о нас во благо, а не во зло. Согласны? Проститесь, я понимаю, что после праздничного тарта тяжело думается, потому что желудок давит на глаза. Но надо как-то собраться, послушать. Смотрите, страх и сомнение, они свойственны все-таки человеку. Мы сомневаемся, мы иногда боимся чего-то. Страх и сомнение свойственны человеку. Почему? После грехопадения Адама, еще в Эдемском саду, мы с вами получились со сломленным духом. Вот смотрите, Адам раньше ничего не делал такого, что заставило бы его постыдиться своих действий или своего внешнего вида. То есть, раньше он этого не стеснялся. А тут вдруг он что-то сделал, что нельзя, и сразу появилась какая-то реакция. Написано, они застеснялись, вот этого они ничего не стеснялись. А тут застеснялись вдруг, у них стыд появился, и Адам спрятался от Бога. Услышал, что Бог идет и спрятался. И мы, вот после этого, как был произнесен приговор в Эдемском саду, нам, змею, земле, мы перестали чувствовать себя на 100% в горе. Ну, так получилось, потому что Сатана пришел и так крепко посеял нам вот это зерно сомнения, что оправдали, и мы начали сомневаться. И мы уже начали сомневаться с момента грекоподения Адама, что мы с вами под его сверхъестественной защитой находимся. Мы уже, как бы, и не знаю, мы уже молим его, пожалуйста, Господь, ну, пожалуйста, он защитит, да. Вообще, он никуда не девался, на самом деле. Он всегда здесь. Он вчера, сегодня всегда один и тот же. Но мы уже сомневаемся, что мы под его защитой. Мы сомневаемся в себе, сомневаемся в своих способностях, сомневаемся в своих возможностях, возможностях, потому что мы научены обратной стороной любви, страха. Мы уже знаем, как плохо, мы уже знаем, как больно, мы уже знаем, как страшно, и мы уже, ну, у нас есть, как называют это, один из наших учителей, пастор Юмонас Юстус, это теология собственного негативного опыта. Она проявляется каждый раз, и мы уже знаем, что вот это делать нельзя, потому что в прошлый раз делали, и было плохо. А кто сказал, что в этот раз будет так же плохо? Никто, но мы уже уверены, что будет плохо. И мы боимся, вот смотрите, парадокс. Мы боимся плохого больше, чем в любим хорошем. Вы со мной? Мы боимся плохого больше, чем в любим хорошее. Мы так живо способны представить себе все плохое, что может произойти. Вот прямо картинки нарисуем себе в цветах, и даже запахи готовы почувствовать. Но почему-то, когда мы приходим и начинаем думать, как бы было нам хорошо, мы как-то вот думаем, ну, наверное, мне будет хорошо. А что такое хорошо? Дьявол отучил нас от этого понятия. Вот в Вадимском саду было все хорошо. Но дьявол нас оттуда вытащил. Он запретил нам своей местной земной властью чувствовать, что такое хорошо, что такое плохо он нам разрешил чувствовать, и что такое хорошо не разрешил. И вот интересно, да, мы способны даже на уровне эмоций переживать, что становится страшно, дискомфортно, неуютно, стыдно иногда, да? Это мы способны на уровне эмоций пережить. А хорошее мы на уровне эмоций пережить не можем. Только если вот мы его испытали, это хорошее. И то, знаете, уже народ настолько научен знать о плохом, что когда приходит хорошее, он думает, ну, а что тут хорошего-то, собственно? Ну, даже обычно, ну, то есть не дискомфортно, не страшно, не стыдно, уже хорошо. Но Бог этого не хочет. Бог не так хочет, чтобы мы жили. Даже на физическом уровне, вот иногда, когда нам страшно, да, начинаются там мурашки, дискомфорт, как-то передергивает, как-то холодок какой-то появляется, да? Даже на физическом уровне мы плохое способны воспроизвести, а вот хорошее нет. Это все происки дьявола. Это от лукава. Он украл у нас эту способность, это умение испытывать хорошее. И дал нам вот это потрясающее умение испытывать плохое. И даже понятия нам внушил вот за все это время совершенно другие. Вот успех, например, в глазах Бога, это означает сберечь свою душу и делать учеников. Это успех в глазах Бога. Сберечь душу и делать учеников. Ну, правильно? Какой же, кстати, успех? Если я успел в Боге, то что значит? Я спасен. Значит, моя душа где будет в вечном Божьем присутствии? Ну так? А успех в глазах мира, что означает? А успех в глазах мира обозначает совсем другое. Это способность, или это, ну, как это называется? Материальные блага. Бог хочет, чтобы мы избегали соблазнов и не роптали. Это его успех. Если мы способны избегать соблазнов и не роптать, это успех в глазах Бога. А еще он хочет, чтобы мы пользовались той способностью, которую он нас наделил. Способностью приобретать богатство. Вот обратите внимание, приобретать богатство. Не завоевывать, не красть, не отбирать у кого-то, а приобретать богатство. Это Бог нам дал такую способность. Бог творит в небо и земле. Он нас наделил этой способностью. Он сказал, чтобы помнили Господа Бога твоего, или вашего, наделяя вас способностью приобретать богатство. У всех есть такая способность. Слышите меня? У всех есть способность приобретать богатство. Но что говорит дьявол? Дьявол говорит, что богатство нужно завоевывать. Его нужно отбирать. Его нужно выгрызать. Его нужно вытаскивать. За него нужно бороться. За него нужно там, я не знаю, какие страшные вещи делать. Весь мир погряз в войнах только потому, что кому-то нужно завоевать себе еще богатство. Раздел мира. И вот дьявол хочет, чтобы наше богатство было наше. Чтобы мы сказали, что это мое богатство. Он не хочет, чтобы оно было общим богатством. Он говорит, что это мое богатство. Иисус говорит, знаете, плачьте богатые, вы уже получаете награду свою. Он имел в виду имена этого. Когда человек говорит, что это мое, он забывает, что все свое мы даже в могилу унести не сможем. Написано в Писании, да? На кем человек приходит в этот мир и на кем уходит. И ничего он с собой не унесет. И кому нужно это богатство на том свете? Иисус говорит, где нужно собирать себе сокровище. И это успех в глазах Бога. Но мирской успех не такой. И Бог говорит, чтобы мы приобретали богатство без войны, без стяжательства, без ненависти. Чтобы мы приобретали богатство Божьей способностью это делать. Но дьявол этого не хочет. Наш извращенный вот этой вот теологией предыдущего негативного опыта ум, он способен просто настолько нарисовать вот эти вот картины, как нам будет плохо, если у нас чего-то не будет. Что мы уже вслед за этим ничего не можем себе представить, что же будет, если у нас это будет. Знаете, я когда провожу кобучинг, я прошу написать, чего у тебя не будет, если у тебя что-то состоится или не состоится. Вот чего не будет, человек напишет в список огромный. Я говорю, а ты напишешь, что у тебя будет. И у него затык. Не может он написать, что будет. Потому что он не в состоянии себе это представить. Мы настолько погрязли в боязни лишиться чего-то, что мы не можем себе этого представить. Мы умеем изобразить у себя в голове самый худший вариант развития событий. Был даже какой-то такой анекдот, экономическая притча, да? Почему мы не купим большой дом с подвалом? Говорит же на мужу. Знаете? Она говорит, вот мы купим дом с подвалом. И у нас родится ребенок. Мальчик. И этот мальчик, он обязательно найдет вход в подвал. И он будет спускаться в подвал. И там перегорит лампочка. И он споткнется на лестнице. И упадет и расширет себе голову. Мы не будем знать, где он находится. И он угрет, там истекали кровью. То есть, нет такого, что мы будем жить в большом доме. У нас будет много места. Там дети смогут играть. Мы, чтобы там, мы не попались в подвал, поставим загородку. Ну, там будет, ну, то есть, хорошее ничего нарисовать она не смогла. Она сразу представляет себе, что плохо. И мы настолько вообще к этому привыкли, что и так вот это все можно представить, и живо описать, особенно те, которые женского полу среди нас. Так живо могут это все описать, что авторы сценариев голливудских апокалиптических и постапокалиптических фирмах просто могут позавидовать. Это просто жесть. На русском языке говорят, да? И вот, например, мы хотим, чтобы наши дети избежали каких-то проблем. Да? Или что-то делали, или что-то не делали. Ну, все же хотят, да? Очень хотим, да? Чтобы вот дети не делали то, не делали это. Или наоборот, делали это, или делали то. И мы в мельчайших подробностях знаем, что с ними произойдет, по нашему пониманию, по теологии нашего предыдущего опыта, если они сделают что-то неправильное. Согласны? Мы же знаем в подробностях, в мельчайших, что с ними произойдет. Как они пойдут в подвал, как погаснет лампочка, как они упадут, как... Все знаем. И вот я, мол, тут как тут. Сразу раз, и появился. И начинает эту мысль развивать. Развивать, развивать, развивать. До того момента начинает развивать, что человек просто, он уже живет этим сериалом. Как будет плохо? Он на этом уже зациклен. В Писании об этом говорится в двух местах очень ярко. Я вам сейчас прочитаю в два места. Известное всем место Писания книга Иова, глава 3, 25 стих. Написано. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне. Чтобы понять, о чем здесь Иов говорит, нужно сначала перейти назад. В первую главу. И давайте мы ее с вами вместе прочитаем. Особенно родители детей. Давайте прочитаем. Первая глава, с 4 стиха. 4 и 5. Сыновья его сходили, сделая пиры, каждый в своем доме, в свой день, и посылали и приглашали пирог сестер своих есть и пить с ним. Когда круг пиршественных дней совершался, то есть это не на два часа они собирались там. Понятно, да? Потому что если гулять, так гулять. На еврейке говорят, имква, асква. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освещал их, и, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похурили Бога в сердце свое. И так делал Иов во все такие дни. То есть у него в голове уже выставился сериал, что будет, если вдруг они согрешили и похурили Бога в сердце свое. И он это все делал, и дьявол тут как тут. Он не пришел к Иову и не сказал, смотри, на тебя все плохо. Он пошел напрямую к начальству и говорит, даром ли богобоязни, забери у него имущество, посмотрим, благословит ли он тебя. Бог-то знает сердце его. Он говорит, ну забери. Забрал. А Иов, не зная, что происходило за кулисами всего этого, это воспринял как что? Как Божий карм. Только он понять не мог, за что. и при этом не согрешил ни словами, ни делами своими. Но все равно говорил, Бог меня за что-то наказал. И дьявол тут как тут. Опять приходит к Богу и говорит, даром ли богобоязни Иов, коснись плоти его, прославит ли он тебя тогда? Богом говорит, ну коснись, только душу его не трогай. И дьявол коснулся. И еще как коснулся, лишил его всего, детей, имущества, здоровья, всего, что можно было лишить. посадил его в проказе, в пепел, дал ему черепицу в руки и жену, которая говорит, да прокляни ты уже Бога и умри. Любила его жена. Ну, она не хотела, чтобы он страдал. Она из чистых намерений. Друзья пришли, увидели эту картину и овцы. Сидели с ним, неделю молчали, просто не знали, что сказать. Это был самый крутой олигарх на Ближнем Востоке. То есть, богаче его не было человека очень. И вдруг он без ничего сидит в проказе в пепелии. Что это значит по тем временам? Значит, что Бог его покарал. И вот они сидят и начинают с ним обсуждать, за что его Бог покарал. И он уже с этим начинает соглашаться, что Бог его за что-то наказывает. Только он понять не может за что. Он ведь праведный. Он все соблюдал. Он все делал. Но что-то пошло не так. Дьявол не применил воспользоваться ситуацией. Он постоянно подпидаем ему то такую мысль, то такую мысль. Три овца сидели и рассказывали ему, а он им противостоял, потому что он-то знал, что они неправы с одной стороны. Но с другой стороны, атаковывал-то его дьявол через мысли и разговоры других людей. И смотрите, он так умело это все делал, что его просто поверил, что, наверное, он в чем-то виноват. Вот это отличительная черта дьявольской мысли. Заставить тебя думать, в чем ты виноват. Хорошие новости знаете, в чем заключаются? Не знаете? Я вам расскажу. Хорошие новости заключаются в том, что вы ни в чем не виноваты. А если были в чем-то виноваты, то две тысячи лет здесь недалеко, в сорока минутах езды, произошло одно знаменательное событие. Умер один человек. И те, кто поверили, что это действительно Бог, больше ни в чем не виноваты. А те, кто продолжали думать, что это человек, это, пожалуй, единственное, в чем они виноваты. И эти тоже ни в чем не виноваты, кроме одного, что не верят в единого Сына Божия. Но дьявол приходит и все равно пытается нам посеять мысль, в чем же мы виноваты. И мы сидим, и вместо того, чтобы поклоняться великому Богу, прославлять его в мысли о своих, прославлять его в сердце, что мы ищем, в чем мы виноваты. Даже целые такие конференции создают поиск внутренних глубин мир своих этих вот, как это называется, на каноническом-то языке. Ну, на простом языке косяков. А на каноническом языке это называется провинности, да, или грехов. Да нет у тебя больше грехов. Иисус тебе их все простил, накрестил, но умер для этого. Умер для того, чтобы у тебя больше не было грехов. Чтобы никто не мог прийти и тебя обвинить. В этом и заключается свобода. Иисус умер, чтобы тебя никто не мог обвинить. Вы со мной? Вы понимаете, в чем суть Евангелия в данном случае? Не важно на самом деле, что мы делаем при этом. Вот не важно. Важно, что мы думаем и что мы думаем и допускаем в своем сердце. Вот Бог судит не помышления умственные, написано. А какие помышления? Сердечные. Бог судит помышления сердечные. Вот то, что мы допустили в свое сердце, вот то и будет руководить нашей жизнью. Жизнь это не то, что мы о ней думаем. Жизнь это то, что мы думаем. Еще раз повторю. Жизнь это не то, что мы о ней думаем. Жизнь это то, что мы думаем. В этом есть вопрос. Когда мы начинаем думать о неправильных вещах, или эти мысли начинают у нас накапливаться в сердце, это начинает заставлять нас концентрироваться на том, о чем мы думаем. И вот здесь как раз проявляется наша с вами Божья способность. Куда направляется внимание, туда направляется энергия, там создаются результаты. Например, я не хочу, чтобы у моих детей были проблемы. На чем концентрация? На проблемах. На проблемах это чистой воды провозглашение страха перед проблемами. Это больше ничего, кроме как провозглашение страха перед проблемами. Я не хочу, чтобы у моих детей были проблемы. Я не хочу, чтобы меня уволили с работы. Я не хочу, чтобы у меня были конфликты с начальством. Я не хочу то, не хочу это. Все, кто больше всего этого не хочет, это и получает. Потому что он концентрируется на том, каков конечный результат должен быть. Чего он больше всего боится, то и постигнет его. И Омутри 25. Он боялся и получил. С другой стороны, как проявить веру Божию в победу своими словами? Можно сказать так, я благодарен Богу за то, что ты, Господь, оберегаешь многие те от проблем. Вот это правосглашение славы Божьей в жизни детей. Концентрация на чем? На том, что Бог оберегает от проблем. Точка. Потому что он изначально сказал, мои намерения о вас, во благо, а не во зло. У веры есть две стороны. Любовь и страх. Мы любим, когда нам хорошо. Боимся, когда нам плохо. Ну так ведь? У всех так или у меня только одно? Я не хочу. Я выкладываю все равно не следа, что я часто говорю, я не хочу, чтобы было плохо. На чем концентрация? На плохо. Слово не хочу выпадает, остается плохо. А что такое плохо? Плохо мы уже все знаем. Плохо, это когда страх приходит, да, что мы будем опять испытывать неудобства, дискомфорт, стыд, боль и всякое другое. Все негативные эмоции. Мы-то их уже испытывали, мы их знаем, они нам знакомы, они наши родные. И когда мы вспоминаем слово плохо, у нас сразу раз, программа всплывает в голове, стыд, страх, сомнение, боль, неприязнь, дискомфорт, то, пятое, двадцатое. И мы начинаем в красках, до мурашков по коже представлять себе, как будет плохо, если вдруг что. Я не думаю, что это то, чего хочет Бог, потому что везде написано, что Бог пришел, чтобы сделать нам как? Хорошо. Все хорошее написано, откуда? Послание Якова. От Отца Светов. А все плохое от его соперника здесь на земле. Имейте в виду. По способностям своим. По способностям. Залезть к нам в голову, они одинаковы. Вот две эти силы. Света и силы тьмы. Они абсолютно одинаковы. В чьей власти не пустить к нам в голову силы тьмы? В нашей. То есть мы можем начать провозглашать другие вещи. И тогда мы фактически говорим силы тьмы стоп. В нашей жизни нет плохого. В нашей жизни есть хорошая. Мы перестаем говорить о плохом. Страх, он приходит, чтобы мы поверили, с его помощью, естественно, да, что грядет самый худший исход событий, о котором мы можем себе представить. Он для этого приходит. Страх. А любовь распространяется по-другому. Любовь, она между людьми. Вот страх, он находится внутри нас. Бог его сидит внутри нас. Он у нас в сердце, в душе, внутри нас. Он не снаружи. Нету снаружи страха. Вы слышали, что тут страх вокруг? Нет, мне страшно здесь, да, я могу сказать, но на любом языке. А нигде нельзя сказать, тут вокруг страх, там страх, здесь страх. Нет. Но с другой стороны, я могу сказать, что у меня любовь внутри, но я могу сказать, что меня окружает любовь. Это на любом языке случается. Любовь, она распространяется по-другому. Бог создал человека, чтобы мы в его присутствии были окружены любовью. Иисус говорит, заповедь новую даю вам, да будет любовь между вами. Так узнают, что вы мои ученики, что будет любовь между вами. То есть, любовь распространяется между людьми. Человека в обществе, любящих его людей, очень тяжело запугать. Практически невозможно. Потому что, написано, любовь изгоняет любой страх. И сейчас дьявол распихивает нас по домам. И не дает нам собираться. Мы не можем быть постоянно в окружении любящих людей. И поэтому в процессе, в промежутках между нашими собраниями, дьяволу все-таки удается посеять страх в наше сердце. По любому поводу. За детей, за деньги, за здоровье, за все что угодно. Он все равно, ему удается посеять страх. Страх, в отличие от любви, селится в нас агрессивно. Он приходит и заполняет все. В общем, стоит только одной вот этой вот щупальце страха проникнуть в наши извилины в голове. Оно там распространяется моментально, аж по всему телу. А любовь, она должна сначала объять. Ну, знаете, вот подойти, вот сердце отца, подойти, обнять, растопить лед. А потом занять все это место. Потому что, когда мне хорошо, подключайте телефоны в следующий раз, пожалуйста, когда вы приходите на собрание. Я не понимаю, кто может звонить человеку во время собрания. Любовь обладевает нами ненавязчиво и скромно, но навсегда. Если человек один раз испытал любовь отца на себе, он никогда от нее уже не отойдет. Потому что ему не хочется. Я помню, когда я покаялся, я испытал эту любовь на себе. Там, на том собрании. И я не хотел, чтобы это прекращалось. Я хотел еще. Потому что страха у меня был достаточно и без этого. А вот любви, такой, которую я там исполнил. Нет, понятно, меня любили. Меня любили и дети, меня любили и родители, ну, в смысле, и мама, и бабушка. Я знаю, что такое любовь. Человеческая. Но вот такая любовь, чтобы вот такого не было. Я ее испытал. И я не хочу оставаться в одиночестве. Вот такая фраза есть. Я не хочу оставаться в одиночестве. Это концентрация на чем? На одиночестве. На одиночестве. Я не хочу оставаться в одиночестве. Это не наша фраза. Наша фраза должна звучать по-другому. Я хочу быть среди любящих меня людей. И тогда, даже если я один, в данный физический момент, один, меня невозможно запугать. Потому что я могу в момент поднять трубку и позвонить любящим меня человеку. И двое или трое, собранные во имя Господа, даже онлайн, там он среди них, а он приходит с любовью, а любовь изгоняет любой страх. На чем концентрируемся, то и получаем. И он концентрировался на страхе. Он боялся, а что вдруг, а если вдруг. И он и получил все, что он хотел. Там не в чем обвинить Бога. Он получил все, что он хотел. На чем концентрировался. Это две разные фразы. Я не хочу остаться в одиночестве. И я хочу быть окруженным любящими меня людьми. Произнося одно или другое, мы сами создаем свою жизнь. То есть, либо мы будем окружены любящих нас людей, либо мы останемся в одиночестве. И, знаете, на чем мы фокусируемся в данный момент? Вот почему, говорит человек, я не хочу остаться в одиночестве. Потому что либо его теология опыта, либо теология опыта чужого говорит, что одиночество это плохо. И как только одна щепальца слова плохо проникла нам вот сюда, все. Начинается подвал, лампочка, ступенька и так далее. Эмоции. Все держится на эмоциях. Дьявол сумел внушить нам эти отрицательные эмоции и держать нас в этих отрицательных эмоциях, пока мы не сдадимся. Вот Бог так не делает. Он не заставляет нас испытывать, что хорошо. Но Он говорит нам, рядом со мной тебе всегда будет хорошо. Помните, Иисус сказал, придите ко мне все, труждающиеся и обремененные. И я что? Успокоил. Успокоить, это же хорошо. Бог говорит, приходите ко мне. И я успокоил вас. Я вам не навязываю свое хорошо. Отец блудного сына не навязывал ему свое хорошо. Но блудный сын точно знал, где ему будет хорошо. Но для этого ему нужно было сначала испытать, что такое плохо. Но мы-то знаем с вами, что с Богом хорошо. И мы хотим, чтобы дети наши были с Богом и не делали себе проблем. И они идут и делают себе проблем. Потому что это то, чего мы больше всего боимся. На чем мы концентрируемся, то и получаем. И это секрет того, почему у нас дети до сих пор не пока есть. И это секрет того, почему у нас некоторые дети в проблемах. Потому что мы разглашаем другие вещи. Хорошие новости заключаются в том, что благодать и милость Божия обновляются каждый день. И если мы с сегодняшнего дня примем решение, говорить другие вещи, мыслить другие вещи, не допускать щупать дьявола себе в голову, мы начнем делать другие вещи и получать другие результаты. Не сразу. Потому что будет борьба. Дьявол так просто не отпускает. Но будут другие результаты. А знаете почему? Потому что кто-то за нас молился, чтобы мы оказались здесь сегодня. Здесь каждый из нас находится по чьей-то молитве. Кому-то было не все равно. И кто-то захотел, чтобы мы были с Богом. Он не говорил, я не хочу, чтобы они оставались неиспасенными. Он говорил, я хочу, чтобы они были с Богом. И мы стали с Богом. И ни по какой другой причине этого не произошло. Фактически, вот того, чего мы ожидаем, то и является объектом нашей веры. Объективной реальностью. То, чего мы ожидаем. В чем мы уверены, то и становится видимым. Ведь Писание говорит, да, в послании к Евреям написано, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть, если мы что-то ожидаем, мы его притягиваем, оно осуществляется. А если оно осуществляется, мы начинаем его видеть, мы начинаем понимать, что роль существует. Это уверенность. Появляется уверенность в страхе, уверенность в неправильном исходе событий. Есть уверенность в невидимом. А невидимое становится видимым. Я напоминаю, мы созданы по образу и подобию Божьему, и мы в состоянии мыслями своими притянуть себе реальность. Дьявол не применет воспользоваться этой возможностью. Просто в Божьем присутствии, то есть в раю, нет греха. Поэтому там и страха нет. И мы не можем бояться. Но Бог говорит, я мое присутствие отборю вам сейчас прямо тут, на земле. Вы можете быть всегда в моем присутствии. Там любовь и там нет никакого страха. Зачем вы постоянно вылезаете из-под моих крыльев? В это вот окружающее вас. Это не есть хорошо. Иисус никогда не говорил о том, чего он не хотел бы. Вот я много раз перечитывал Евангелие. Я не видел ни разу, чтобы Иисус говорил о том, чего он не хотел бы. Он всегда говорил о том, в чем он абсолютно уверен, о том, что он да хотел бы. Он учит нас продвигать и провозглашать информацию, которая приближает Царство Небесное. Это то, чем он нас учит. Он учит делать так, чтобы это все происходило. Когда мы благодарим Бога за то, что мы уже... Если мы верим Богу, да? Мы можем поблагодарить Его за то, что Он это сделает. Правильно? Ну, если мы верим, что Он это сделает. Ну, так или нет? Можно. Евангелие от Иоанна. Давайте отправим с вами. Это вот самое яркое проявление. Таких мест много. Но самое яркое проявление того, как даже в Иисусе... Он же ведь был от плоти рожден. Он был на 100% человек все-таки. И на 100% Бог. Как вот на Его примере мы можем увидеть, что борьба между духовным, Божьим и плотским, мирским может происходить. При всем при том, что Он уверен в том, что Он делает. Есть несколько моментов, которые все-таки пытались перетащить Его на сторону мирского. В пустыне дьяволу не удалось это сделать. Но он что-то посчитал, что ему удастся это сделать. В Иудее. 11 глава, с 30 стиха. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа. Иудеи, которые были с нею, в доме утешали ее, видя, что Мария посвешно встала и вышла. Пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб поплакать там. Ну, речь идет о смерти Вазаря, вы же понимаете, да? Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Него и сказала Ему, Господи, если бы Ты был здесь, то не умер бы брат Мой. То есть, у нас у всех есть какие-то моменты, что если бы Бог был на этом месте, в тот момент, когда что-то происходило, то этого бы не произошло. И мы забываем на секундочку, что все, что происходит, происходит по воле Божьей. Мария тоже так думала, что если бы Бог там был, то этого бы не произошло. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев, плачущих, сам воскорбел Духом и возмутился. И сказал, где положили ее? То есть, Он воскорбел Духом. Мы не знаем на что. На то, что она так говорила. Хотя можно, конечно, и это за уши притянуть. Или может быть от того, что умер Лазарь все-таки. Друг. Непонятно. Но Он воскорбел Духом и без нее возмутился. И сказал, где положили ее? Нормальная человеческая реакция. Где могила? Хочу посмотреть на могилу. Говорят Ему, Господи, пойди и посмотри. Видимо, показали, где это находится. Иисус прослезился. Написано, Он прослезился. Мы тоже не знаем от чего. От того, что Он разочаровался в этих людях, которые не верили, что Он пришел во Воскресенье. Или от того, что друг умер. Мы не знаем. Но это эмоции. Это проявление человеческих эмоций, которыми дьявол пытался утащить его в мирское. Посеять в нем все равно сомнение. Как в человеке. Когда в Боге Он не мог посеять в нем зерно сомнение. Но как в человеке мог. И Он попытался это сделать. Иисус написано, прослезился. Тогда иудеи говорили, смотри, как Он любил его. Они об эмоциях говорят. О проявлениях этих эмоций. А некоторые им сказали, не мог ли сей, отвергший очень слепому, сделать, чтобы этот не умер? То же самое, что говорил Мария. Иисус же опять, скорбя внутренне, подходит ко Бога гробу. Там была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, отнимите камень. Опять мечтаю в эмоциях, скорбя внутренне. Сестра умершего Марфа, говорит ему, Господи, уже смертит. Ибо четыре дня он в огроме. Иисус говорит ей. И сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? О чем говорит Иисус? Он не говорит о воскресении сейчас. Он говорит о славе Божьей. Он говорит, что все, что происходит. В этом мире происходит не потому, что кто-то согрешил. Или кто-то плохой. Или кто-то неугодный Богу. Нет. Все, что происходит в этом мире, происходит для того, чтобы мы увидели славу Божию. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел отчика к небу и сказал. Апогея истории. Отче, слушайте внимательно. Благодарю тебя, что ты услышал меня. Он еще с ним не разговаривал. На данный момент он еще с ним не разговаривал. Но где он с ним говорил? В сердце. В сердце он с ним говорил. И я знал, что ты всегда услышишь меня. Это уверенность в невидимом. И он сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Он сказал тогда это, чтобы люди поверили. И сказал, он вызвал громким голосом. Лазарь, встань и выйди вон. Представьте, что если бы это не произошло в этом моменте. Да народ просто, ну, сказал, ой, еще один шарватан пришел. Народ трудился, камень убирал. Запах от нанюхался. И вышел умерший, обветый по рукам и налем погребальными полотенцами. И лицо его было обвязано платком. Иисус говорит им, развяжите его. Пусть идет. Я когда перечитываю эту историю, я понимаю, насколько ему, как человеку, было тяжело с этим народом. Который думал, что вот если бы Бог был здесь, мы все такие люди, мы обуславливаем свое счастье. Я был бы счастлив, если бы. У меня было бы все хорошо, если бы. Так бы не произошло, если бы. На еврейте есть такое слово. Кен-ава. Да-ну. Вот этих людей, которые говорят да-ну, я называю данойки. На еврейте их называют кенавалем. Кен-аваль. Кенавалем. И их называют данойки. Понимаете, что когда мы говорим но после да, мы перечеркиваем да. Когда мы были маленькими, у нас было такое слово. Последнее слово дороже нами любое там. Второе слово, третье слово дороже второго. Потом первое слово дороже второго. А потом третье слово дороже второго. Каждое следующее слово отменяет предыдущее. Да. Но. Отменяет да. И передает слово в силу слову но. Она могла бы сказать ему, конечно, верю. Но по факту он мертв. Четыре дня в гробу. Смердит. Камень не надо отваливать. Пахнет дурно. А он ему говорит, отварите камень. Я-то знаю, что я делаю. Хотя дьявол пришел и начал сеять. Знаете, эффект толпы. Все клачут. Всем больно от того, что умер человек. Марфа плачет. Мария плачет. Ученики, наверное, плакали. Эффект толпы. Но. Бог выше толпы. Он выше эмоций. Он выше всего, что там происходит. Он пришел явить свою славу. И ему все равно, что там сейчас происходит у людей в сердце. Он пришел явить свою славу. Чтобы все увидели, вставшего из гроба. И сказали, вау. Вот это наш Бог. Который воскрешает из мертвых. Мы должны верить Иисусу в Его слова. Мы должны верить. Потому что если мы не верим словам Иисуса, зачем мы вообще здесь? А Его слова написаны в Иоанна 10.10. Очень просто запомнить. Иоанна 10.10. Я пришел, говорит Иисус. Чтобы вы имели жизнь. И жизнь с избытком. Зачем пришел дьявол, мы знаем. Украсть, убедить и погубить. Мы все знаем, когда крадут неприятно. У кого-нибудь крадут что-нибудь? Неприятно, правда? Кто-нибудь видел убийство когда-нибудь? Или слышал? Неприятно, правда? Если кого-то погубили, не видно. Неприятно, правда? И это все неприятно, мы знаем, как нам неприятно внутри. Для этого пришел дьявол, чтобы посеять все, что неприятно. А Бог пришел, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытками. И Он пришел для того, чтобы не важно, какие обстоятельства у нас в жизни есть. Не важно, как нам сейчас плохо, в какой проказе и в каком пепле мы сейчас сидим. И как наши друзья приходят и причитают про то, что у нас все плохо. И что мы, наверное, где-то все-таки согрежили перед Богом. Две вещи. Бог простил нам все грехи, распяв собственного сына на кресте. Точка. Без но. Он простил нам все грехи, распяв собственного сына на кресте. Две тысячи лет назад. Это первое. А второе. Он сказал, что если будешь веровать, увидишь славу Божию. И вот теперь нам нужно решить для себя, принять решение твердое. Прямо сейчас. Потому что с завтрашнего дня все может поменяться в нашей жизни. От избытка сердца говорят уста. Чего наполнило наше сердце? Теологией прошлого опыта? Или верой в славу Божию? На чем я буду концентрироваться? Какие слова я скажу завтра? Я не хочу остаться в одиночестве? Или я хочу быть в окружении любящих меня людей? Я не хочу, чтобы у детей были проблемы? Или я хочу, чтобы Бог продолжал беречь их от проблем? Я не хочу, чтобы у меня не было денег, я не обстался без денег. Или я хочу жить с избытком. Вот это то, что будем продолжать провозглашать. То и будет в нашей жизни. То, что так написано в Библии. Этому учил нас Иисус. Всеми Своим поведением. Всеми словами. Всеми Своими заповедями. Он нам наговорил. Концентрируйтесь на вере в явление Божьей славы. И она явится в нашей жизни. Амин. И об этом давайте будем молиться. Чтобы мы имели достаточно мудрости фильтровать не только мысли, которые к нам поступают в голову. Но и слова, которые мы говорим от избытка своего сердца. Когда мы начнем консервировать. Начнем правильные вещи провозглашать. Мы начнем понимать вдруг, что там творится в этом сердце. Мы начнем вдруг видеть эти сорняки. И когда мы увидим вот эти вот сорняки. Мы поверим, что слава Божья явится только потому, что они там появились. Оно все произошло, чтобы слава Божья явилась. Явится слава Божья. И Дух Святой начнет действовать. Через любовь изгонять. Страх, сомнения, неприятности, эмоции плохие. Вот об этом нужно молиться сегодня. Чтобы Бог показал нам. Что мы неправильно провозглашаем. Писание говорит, что мы созданы по образу и подобию Бога. Он сказал и стало. У нас тот же характер. Мы говорим и становятся. Давайте будем думать и задумываться над тем, что мы говорим. Потому что от избытка сердца говорят уста. И когда мы будем правильно выстраивать свою речь. Когда мы будем правильно подбирать выражения. Когда мы будем правильно говорить про возглашение. в нашей жизни вот так начнутся меняться. Прямо завтра, чтобы не вернемся. Потому что Его благодать завтра утром. Обновиться. И благодаря Тому мы живем. Аминь. Давайте будем молиться. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты научил нас через Слово Своё. Через Сына Своего, которого Ты послал сюда в виде человека. Который пришел и явил нам Тебя, Отец. Явил нам Тебя. И те, кто просил, покажи нам Отца. Он сказал, вы видели Меня. Те, кто видел Меня, видел и Отца. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты проявил Себя через Иисуса Христа. За то, что Ты показал нам всю Славу Свою через дела Его. Через дела, которые Он делал. И Он говорит, что мы даже больше, чем Он совершить можем. Потому что в нас Твой характер, Господь. Ты создал нас, Отец, по Своему образу и подобию. Написано, Ты нас предузнал. Ты нас оправдал. Ты нас призвал и прославил, и уподобил Сыну Своему. Господь, мы хотим быть действительно такими. Мы не хотим разочаровывать Тебя, Господь. Потому что мы просто боимся этого. Но это неправильное провозглашение. Мы хотим славы Твоей в нашей жизни. Потому что когда мы говорим, мы не хотим разочаровать Тебя, Господь. Мы концентрируемся на разочаровании и получаем разочарование в Свою жизнь. Но Ты, Господь, в нас не разочаровываешься никогда. Потому что Ты создал нас для общения с Тобой. Мы дети Твои. Дети Великого Царя, Всемогущего Бога. Который ни в чем не разочаровывается, когда создает Творение свое. Потому что Творение, оно хорошо и хорошо весьма. Дьяволу нет больше места в нашей жизни. Мы не позволим дьяволу приходить в нашу жизнь и внушать нам стыд, страх, сомнения. И то, что мы все еще в чем-то виноваты перед Тобой, Господь. Мы пришли перед лицом Твоем. Мы провозгласили Иисуса Господом и Спасителем. И более нет никакого греха, который на нас. Господь Иисус оправдывает нас перед Тобой. И нет никакого обвинения тем, кто во Христе Иисусе. Господь, мы просим Тебя просто дай нам мудрости действительно различать слова, которые мы произносим. Потому что мы, имея Твой характер, можем словами создавать реальность. Господь, мы хотим создавать Твою реальность. И поэтому морим Тебя каждый день о том, чтобы была воля Твоя на земле, как на небе. На небе нет страха. Там есть любовь, всеобъявляющая и изгоняющая любовь, страх Господь. Яве эту славу в нашей жизни. Мы хотим этой славы еще больше. Здесь и сейчас. В имя Иисуса Христа. Я провозглашаю на вас сейчас благословение Аарона. Прежде чем мы помолимся, молитвы Господа нашей. Принимайте ее. Потому что Бог сказал провозглашать эту молитву на всех, на весь народ Израиля. На всех членов общества. На всех членов общества, потому что написано, когда провозгласят эту молитву, имя Его будет на вас. И я просто сейчас провозглашаю ее, потому что так оно и есть. Имя Его на вас. Аминь. 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 Аминь.